езда на гироколесе увлекательное активное времяпрепровождение вот и я решил этим видео поделиться с вами дорогие подписчики неопределившиеся и просто гости моего канала сей небольшой большой фильм снят не для эффектных неэффектных сцен а для погружения в сам процесс катания и его воздействие на катающегося посмотреть на это не совсем банальным ракурсом съемки уверен что не у всех это вызовет приятные комфортные ощущения да и задача этого видео было не в этом ранее я уже говорил что просто кататься для меня не слишком увлекательно хочется немного порезвиться пока еще мне мои 48 лет это как мне кажется позволяют конечно можно и покруче резвиться но нужно немного другое колесо и поставить другие задачи если позволите немного наблюдений касательно техники езды и колеса для получения продолжительных надеюсь позитивных эмоций необходимо колесо с хорошим запасом хода мощностью двигателя и достаточным диаметром все это и многое другое я нашел став счастливым обладателем моего любимого но не единственного king song 18 с с двигателем полтора киловатт и 840 ампер часов аккумулятора музыкальные четыре колонки встроенные достаточно высоко от попадания воды из луч придают неповторимый колорит и ореол шумового предупреждения задолго до моего появления безопасность пешеходов и автолюбителей превыше всего на 6 часов активного катания мне хватает заезжает в любые разумные горки и при этом есть возможность прыжков или перепрыгивания препятствий и вращений маневренность на высшем уровне в моих представлениях техника езды в основном заключается в четком и иногда жестком контроле колеса и понимание элементарных законов физики много говорить об этом не буду скажу одно нарисуйте мысленно стоя на колесе под ним круг и ось отвес проходите через вас и колесо в землю возьмитесь за опору столб и поездите чуть чуть вперед назад постоянно проецируя воображаемую ось стараясь понимать в каких границах она находится контролируя это и понимая все остальное творчество и везение чуть не забыл необходима физическая подготовка для осуществления всего этого я на всякий случай каждый день делаю зарядку разминка с головы до ног потом по 7 приседаний пистолетиком на каждую ногу далее приседания 35 раз потом отжимание от пола 87 раз и подтягивание 22 раза на турнике ну и закуску гантели по 5 килограмм подъем на вытянутых стороны руках 55 раз обувь рекомендую кроссовки с плоской подошвой для лучшего соприкосновения со шкуркой на педали перчатки и ноголокотники для особо буйных можно наколенники шлем и мото спину потом можно плавно пересесть на мотоцикл и продолжить по других скоростях не смог обойти вниманием тему коронавируса предлагаю всем раздать гироколеса и чтобы все ездили на них они на общественном транспорте врачи за непривитыми они привиты от врачей или за ними соблюдение дистанции будет идеально или врачам вводить вакцину для стражащих прям в момент как поравняется колесо медика и непривитого скорость вакцинации будет запредельной мы живем в такое время которое для непосвященного может оказаться торжественным судом например кто-то в москве из детей сидит на дистанционке и ломает себе глаза через смартфон а учитель на том конце делает вид что ученики учитель сможет обучать так один нескольких классов в разных школах экономия бюджета кто-то в области ходит в школу а потом родители из области приезжают в москву на работу и общаются плотно на работе с сидят дома на дистанционке в москве и учатся через смартфон в итоге нет никакой изоляции а еще сейчас открыли ночные бары там конечно будет самое безопасное место и дистанция зато с вакцины предстают на каждом углу сделайте сделайте сейчас школе если один человек заболел на карантин идет весь класс по логике если один класс заболел школу на карантин если одна школа в районе на карантине значит надо и все школы в районе на карантин и так далее по нарастающим что-то здесь не так просто мне кажется переболевшие чиновники получили какие-то апгрейды умственной деятельности заложниками которых мы являемся при катании на гераколесе я не упускаю возможность тренировки управления колесом благо специально приготовленных мест для этих целей на пути встречается предостаточно или назад спиной возможно кто-то мудрый скажет а для чего все эти лишние движения и варианты езды а я отвечу если у вас этот вопрос возникает значит вам точно не надо больше на чему учиться другим же я поведаю что разные варианты езды есть потребность совершенствование которая дает почти неограниченные возможности ваших перемещений в пространстве и времени на современном сапоге скороходе гераколесе кроме этого многократно повышается ваша безопасность при эксплуатации гераколеса иногда езжу сидя на гераколесе вперед или назад спиной здесь главное слиться с колесом единое целое как будто через вас вертикально прошла некая ось перемещаясь на гераколесе нужно быть предельно внимательным так как иногда между столбиков на парковках где есть пространство покататься натягивают цепочки либо как здесь тросики будьте внимательны и осторожны иногда если вы чувствуете что вам не хватает съемок со стороны возможно оператор чем-то занят сейчас возможно даже подстригает газон по мутокосе honda я сразу понял что рабочие из японии и решил обратиться к нему по-японски ваташино бидео торико токаты кимаска встречающиеся по пути люди иногда очень доброжелательны и помогают снимать видео за это им большое спасибо с рабочим разговорился оказывается он неплохо владеет русский на метро да вот не пешком пойдешь а поешь на этой штуке понимаешь и заряжается на очень хорошим спасибо если вы заметили катаясь на гераколесе я стараюсь не пропускать ни одного столба стараюсь и закрутиться вокруг него вращение на моноколесе это отдельная тема о которой я расскажу подробно во второй части езда по узким бордюрам всегда очень полезно для тренировки и управления с ограниченной степенью маневра хорошо тренироваться на наклонной местности сочетающей в себе разные потвердости структуры поверхности грунта прекрасно подойдет для прыжков и лестница с несколькими маршами ступенек скажу сразу не стоит кататься в таких местах начинающим джеравиллером особенно может быть опасном участке с мокрым гладким и еще хуже с полированным гранитом или мокрой металлической сливной решеткой или люком и 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 осложняется непривычным центром тяжести и другой степенью нажатия на педали. Второе необходимое, как по мне, качество гироколеса, идущее после гироскопического эффекта. Это возможность воспроизводить музыку по блютуз из четырех колонок, посредством которых вы можете познакомить окружающих о ваших музыкальных предпочтениях и репертуарах. Заодно это повышает безопасность. Субтитры создавал DimaTorzok Обычное колесо, как у меня, прекрасно перелетает через три ступеньки лестницы. И благодаря отсутствию фиксации лодыжек свободно маневрирует, в отличие от тех колес, в которых установлены жесткие упоры для фиксации лодыжек. Ждите продолжения во второй части. С уважением. Всегда Ваш Тимофей. Субтитры создавал DimaTorzok Страшный вирус и псевдоизоляция. Москва. Московская область. Школа номер два в Москве. Закрытое дистанционное обучение. Дом ученика. Дистанционно обучается. Родители работают в Москве. Едет на работу в Москву. Общая работа в Москве. Школа номер один. Очное обучение. Кто-то заразился. Ученицы возвращаются домой. Заражаются родители. Родители работают в Москве. Едут на работу в Москву. Заражают московских родителей. Московские родители заражаются сами и ребенка. Заражается весь дом. Из другого дома едут на работу в другое место. Там заражаются. Ну и так далее. Еще открыли ночные бары. В ночном баре самое безопасное место якобы. Соблюдается самозавязься якобы. Вот так вот мы и живем. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова